Всем привет! Сегодня я расскажу о том, как сделать захват движения и его чистку без специального оборудования. Для тех кто не знает, захват движения или Motion Capture, сокращенно макап, это технология, которая позволяет перенести движение живых актеров в движение цифровых персонажей. Обычно для этого используются дорогостоящие костюмы и системы камер, но мы будем использовать только бесплатные решения. Для этого нам понадобится видео с движениями человека, сервис Deep Motion и Blender. Видео вы можете найти в интернете или снять сами на свой телефон. Для видео есть некоторые требования. Камера должна быть неподвижна и параллельна вашему персонажу. Персонаж должен быть на расстоянии от 2 до 6 метров до камеры. Фон должен быть контрастным по отношению к персонажу. Размер видео на бесплатном тарифе не более 50 мегабайт. Длительность не более 60 секунд. В кадре должен быть только один персонаж. Одежда не должна быть свободной. Я нашел на ютюбе канал с видеореференсами для анимации. Это видео идеально подходит по требованию. Надо только обрезать вид спереди. Для этого я скачал видео и закинул его в видеоредактор Blender. Удалим звуковую дорожку. Длительность анимации поставим равной длительности видео. Выделяем стрип. В правой N панели во вкладке Strip ставим галочку на Crop. Регулируем параметры, пока не исчезнет ненужная часть видео. Жмем Shift-A, Effect Strip, Transform. Здесь мы покрутим параметр ScaleX, чтобы видео перестало быть растянуто по горизонтали. Жмем еще раз Shift-A, Color. Меняем у этого стрипа цвет на белый. Положим его в самый низ. Выделяем Strip Transform. В окошке Blend меняем значение Replace на Overdrop. Далее меняем настройки рендера. Формат файла FMPEG Video. Контейнер MPEG 4. Делаем рендер. Идем на сайт DeepMotion. Здесь надо зарегистрироваться. После этого вы можете зайти в свой кабинет. Здесь нам доступна одна вкладка Animate 3D. Заходим. Здесь доступна возможность загрузить своего персонажа в формате FBX. Или использовать дефолтного. Я выберу дефолтного. Так как эту анимацию по-любому придется чистить. А на персонажа в формате FBX это невозможно. Ну или возможно только в ограниченных случаях. В следующем окне надо загрузить видеофайл. Это можно сделать простым перетаскиванием. В следующем окне вы можете поэкспериментировать с переключателями. Иногда у меня получалась анимация лучше со включенными переключателями. Иногда лучше с выключенными. Далее жмем Create Animation. Нужно немного подождать. В новом окне мы можем видеть результат. В правом нижнем углу есть кнопка выбора персонажа. С ее помощью вы можете посмотреть, как будет выглядеть анимация на персонажах с разными пропорциями. Жмем загрузить анимацию. Далее выбираем пропорции персонажа и формат файла. После того как сохранили анимацию, идем в блендер. В блендере нам нужен любой персонаж, зареганный с помощью аддона Regify. Я использовал персонажа из DAS Studio, базовый Genesis 3. При переносе его в блендер, есть возможность конвертировать его в Regify. Как перенести этого персонажа из DAS Studio Blender, смотрите в моих прошлых видео. Нам надо кое-что сделать с этим персонажем. В правой N панели включаем видимость так называемого IK полюса. После этого жмем кнопку, где написано IK FK. Проделываем ту же операцию с другой ногой. Теперь выделяем оба полюса и жмем Ctrl A, Apply Selected, Ashered Pause. После этого надо сделать ретаргет анимации. Я использовал способ, также уже описанный в одном из моих видео. Этот способ ретаргета через промежуточный метарик из пустышек. Импортируем сцену файл из сервиса DeepMotion. При импорте поменяйте значение Scale и поставьте здесь галочку. После того как файл импортировали в сцену, подключаем к нему метарик. Подключаем с помощью констрейнов CopyRotation. И только для пустышки с именем Hip используем еще и CopyLocation. Добавляем персонажа до студии в сцену. Переходим в PauseMod. Руки и ноги у Rigify должны быть переведены в режим прямой кинематики. Подключаем контролы Rigify к метаригу с помощью констрейнов CopyRotation. Только для контрола торса используем два констрейна CopyRotation и CopyLocation. Подключаем контролы к прямой кинематике. Лучше всего при подключении каждой пустышки куб в метариге, смотреть как ведет себя Rigify и исправлять проблемы с помощью пустышек сфер. Я повторю, что подробнее об этой схеме вы можете узнать в моих прошлых видео. Пальцы рук я подключать не стал, чтобы потом придать им позу самостоятельно. После того, как мы все подключили, можно приступать к чистке анимации. Что такое чистка мокап? Это устранение вот таких плавающих ног, пересечения геометрии, дрожащих конечностей и других проблем распространенных при захвате движения. Займемся ногами. Плавающие ноги это наверное самая частая проблема при этой технике. Создадим плоскость и разместим ее под ногами персонажа, чтобы было легче видеть все проблемы движения ног по вертикали. Добавим плоскости модификатор Solidify, чтобы она была видна в ортографической проекции. Теперь надо запечь анимацию на кости Rigify. В Pause Mode выделяем все, идем в верхнее меню Pause Animation Bake Action. Ставим нужное нам количество кадров и нужные галочки. Жмем ОК. Как видите, все контролы инвертной кинематики никак не задействованы в анимации. Надо это исправить. Убираем контрол прямой кинематики у одной из ступней. В правом N меню ищем кнопки снэпинга. Нам нужна кнопка где написано IK-FK. Это значит поставить контрол инвертной кинематики в положение контрол прямой кинематики. Снизу под ним есть кнопка Action. Она делает снэпинг IK-FK в каждом кадре и ставит ключ на контрол инвертной кинематики. Жмем ее. Почему-то у меня она никогда не срабатывает с первого раза. Приходится всегда нажимать несколько раз. Запустим анимацию. Как видите, один из контролов инвертной кинематики стал анимируемым. Проделаем ту же операцию с другим контролом. Для ног это делать обязательно. Для рук не всегда. Только если персонаж что-то несет или упирается руками. Или еще как-то взаимодействует с объектами. В нашем случае это не обязательно. После того, как мы задействовали контрол инвертной кинематики в анимации, надо переключить в этот режим ноги. Удалим ненужные ключи анимации и сдвинем оставшиеся. Перейдем во вкладку Animation. Откроем Graph Editor. Давайте теперь посмотрим, как двигаются ноги персонажа. Он делает шаг вперед, потом маленький шаг назад, маленький шаг вперед и удар. Пока левая нога делает шаг вперед, правая должна оставаться на месте. Там, где левая ступня встала на пол, ставим маркер. Далее у нас правая нога идет назад, а левая стоит на полу. Когда это движение заканчивается, ставим еще маркер. Теперь у нас снова левая делает шаг вперед. Там, где она становится на пол, ставим третий маркер. Далее персонаж наносит удары правой ногой. Там, где правая нога возвращается на пол, ставим четвертый маркер. Выберем контрол инвертной кинематики на правой ступне. Посмотрим на анимационные кривые в Graph Editor. С начала анимации по первый маркер, правая нога у нас должна оставаться на месте. Что в данный момент, конечно же, не так. Исправим это. Уберем видимость всех кривых, оставим только X-Location. Выделим все ключи до первого маркера. Pivot Point меняем на 2D курсор. Теперь зажатым Shift щелкаем правой кнопкой мыши по первому ключу. Курсор переместился в это место. Далее жмем S, Y, 0. Все ключи выровнялись по курсору. То есть теперь до первого маркера ступня по оси X не будет перемещаться. Проделаем то же самое с кривой Y-Location. Теперь до первого маркера правая нога стоит на месте, но перемещается вверх-вниз. За это отвечает кривая Z-Location. Выровняем ключи. В некоторых кадрах нога проваливается. Это потому, что она вращается по оси X. Нам надо подвигать или ключи на оси X-Rotation, или по оси Z-Location. Раз мы уже редактируем Z-Location, то не будем переключаться. Подвигаем ключи. Чтобы изменить форму кривой между ключами, нужно использовать эти хэндлы. При их перемещении меняется и анимационная кривая. Смотрим, что получилось. До первого маркера правая нога остается на месте, как и запланировано. Но потом совершает скачок. Это потому, что у нас получились резкие переходы в анимационных кривых. Надо их сгладить. Можно подвигать ключи или просто удалить их часть. Займемся другой ногой. С первого по второй маркер левая ступня должна оставаться на полу. Проделываем те же операции с кривыми, что и на правой ступне. Скроем все кривые кроме одной. Выделим ключи в промежутке между маркерами. И выровняем их. В этот раз попробуем редактировать кривую X-Rotation. Иногда проще удалить часть ключей и поставить новые. Смотрим результат и справляем скачок ноги после маркера. Далее у нас снова маленький шаг левой ногой между вторым и третьим маркером. А значит правая ступня должна оставаться в этом промежутке на полу. Выделяем правый ИК-контрол ступни и действуем по знакомой схеме. В этом случае удалим ключи в промежутке между маркерами на кривой Z-Location и расставим новые. Не забываем, что нужно делать переход между соседними ключами, чтобы не было резких скачков. От третьего до четвертого маркера персонаж бьет правой ногой, а левая должна оставаться на полу. Выделим левый ИК-контрол. Выровняем все ключи на анимационных кривых в промежутке между маркерами. Посмотрим на персонажа спереди. Поза, в которой он бьет ногой, неустойчива. Центр тяжести в этом случае должен находиться под левой ступней. Это можно сделать, изменив положение контрола торса. Выделим его. В граф-эдитер нам нужна кривая Y-Location. Подвигаем ключи в промежутке между третьим и четвертым маркером. Часть ключей можно удалить. Можно вообще все удалить и самостоятельно проставить только нужные. Вы можете делать как вам удобнее. Самое главное – результат. После четвертого маркера левая и правая нога остаются на полу. Отредактируем кривые, чтобы ступни не плавали. Как это делать, вы уже знаете. Теперь займемся коленями. Они в некоторых кадрах сильно перекручены. Смотрим, в каких кадрах есть проблемы с коленями. Двигаем ИК-полюсы и ставим на них ключи. Посмотрим, что творится с руками. Как я говорил, в этом случае их можно редактировать в режиме прямой кинематики. Движение рук выглядит неплохо, в том плане, что нет дрожи и перекрученных суставов. А в плане красоты анимации, конечно, можно было бы что-то исправить. Но это тема не этого урока. Согнем пальцы в кулак. В некоторых местах руки очень близко к телу и геометрия пересекаются. Так как это прямая кинематика, мы выбираем контрол руки, а не кисти. У этих контролов нет кривых локейшн, только ротейшн. Выбираем проблемные кадры. Включаем режим пропорционального редактирования, горячая клавиша О и двигаем ключи. Или просто удаляем часть ключей на проблемных кадрах. Ставим новые и двигаем их. Посмотрим результат работы. Анимация выглядит гораздо лучше. Ноги не плавают. Поза при ударе более устойчивая. Нет пересечения геометрии. Конечно, здесь еще много чего можно сделать. Исправить положение головы. Поднять ногу при ударе повыше. Поменять направление удара. В общем, сделать анимацию более красивой. Но целью этого урока была дать вам основные знания о том, как чистить мокап. Я оставлю ссылку для скачивания этого файла. С ним вы можете применить и другие файлы сайта DeepMotion, тому скелету, к которому привязан метарик. И сделать их чистку. После этого вы можете использовать их с регифай. Или сделать еще раз ретаргет уже с регифая на ваш персонаж. Надеюсь, урок был вам полезен. Если так, то поставьте лайк, чтобы YouTube тоже узнал, что видео годное. Подписывайтесь и пишите комментарии. Всем удачи. Пока.